Лауреаты национальной кинетографической премии НИКОС за 2016 год будут объявлены на 30-й торжественной церемонии, которая состоится 28 марта в Театре имени Моссовета. Место и дата пригласительных билетов, выдачи их, мы вас, естественно, предупредим заранее, в том числе на нашем сайте. На этом вот такая традиционная справка закончена, и я с вашего разрешения передаю слово президенту Академии Андрону Почеловскому. Спасибо. Так, приветствую. Ну что же, 30-я книга прилетела. Пролетела она, время пролетело абсолютно. На первой меня не было, на второй я уже был. Ну, можно сказать, что у нас хороший год был, и достаточно уверенно разного рода жанры развиваются, поэтому у меня неплохое настроение по отношению к тому, где находится наш кинематограф сейчас, разного рода. Вот, но сейчас мы просто должны с вами объявить тех лауреатов премии, которые заранее уже мы можем их объявить за прошедший год, которые сегодня мы должны объявить. Поэтому вот Совет Академии рассмотрел рекомендации, и ваши рекомендации, и вынес решение вот такое, вот я вам сейчас перечислю те премии, которые мы уже можем сказать, что известны лауреаты. Лауреатом премии НИКа в номинации «Честь и достоинство» стал кинорежиссер Александр Николаевич Саппоров. И, как вы знаете, этот пресс называется «Имение Ельдара Рязанова». Так что это очень важно. Значит, номинации за вклад в кинематографическую науку, науке, критику и образование. Мы, в общем, решили вручить прекрасному критику, неоднократного лауреата премии гильдии киноведов, кинокритиков Андрею Плахову. Специальный приз имени Алексея Германа за выдающийся вклад в отечественный кинематограф в этом году будет вручен Александру Меттерну. И специальный приз Совета Академии за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа за 2016 год будет вручен в фильму «Салам, Москва» режиссер Павел Бардин. Я думаю, что мы вместе с вами будем очень рады поздравить наших коллег, которые, безусловно, заслуживают этих премий. Мне кажется, еще что я бы хотел просто сказать, что все-таки у Ники есть свои, не капризное существо, у Ники есть свои преференции, я думаю, в области эстетики, в области кинематографических искусств и наук. И это очень важно, чтобы мы сохраняли, чтобы Ника сохраняла некую независимость от общественного мнения или других тенденций. Я даже думаю от тенденций рынка и массовых успехов каких-то фильмов, которые, может быть, нельзя отнести к высоким открытиям в области кинематографического языка. Но это мое личное мнение. — Алло. — Я здесь, честно, честно, алло, я спрашиваю. Это называется тридциклероз. Тридциклероз, тридциклероз, потому что уже алло, извините меня, пожалуйста, за мое алло. — Я хочу с качеством обратить внимание, что в этом году впервые за все, из-за того, что пессимистично звучали немножко слова нашего президента, но 51 фильм был представлен в конкурсе. — Игровой. Ну-ка, ты сказал, что вот. — Что я сказал? — Не вкусно. — Я вышел, я или не понял, я или не слышал, или не понял. Теперь я хочу сказать еще одна вещь. Вы знаете, может, не стоило говорить, но я хочу обязательно сказать. У нас, как вы знаете, по уставу, все эти тридцать не меняются, голосуют по полному списку критики за все, которые все смотрят, все знают. А, значит, режиссеры за режиссеров, там, звук императоров за звук и так дальше. Это вы голосуете, это мы голосуем. Это никто другой, никто не приезжает, там ничего не навязывает, никто не звонит из ЦК комсомола. И потом я вот иногда мне присылают вот в Фейсбуке сражения и негодования, споры и страдания над тем, что почему этому, почему тому, как могли этому, как... Хорошо, это вы голосуете. Поверьте, вам уже много раз говорили, что все это год хранится. Значит, вы можете посмотреть, так как даже у нас, как на «Оскаре» не было, у нас пока еще не было такого конфуза, что будет-будет, когда будет 8-9 лет. Пока нет. Значит, я хочу, чтобы сейчас вы наконец перешли к тому, собственно, за чем вы снова собрались. Это я хочу просить Викторию Правдолюбинга, актрису нашего редактора, объявить номинант. Пожалуйста, Виктория. Добрый день. Добрый день. Добрый день, дамы и господа. С праздником весны, вас первым днем. Для меня большая честь прочитать вам номинантов кинематографической премии «Ника» за 2016 год. Лучший неигровой фильм. «24 снега» режиссер Михаил Барынин. «В лучах солнца» режиссер Виталий Манский. «Форсаж. Возвращение» режиссер Наталья Гугуева. Лучший анимационный фильм. «До любви» режиссер Игорь Ковалев. «Кукушка» режиссер Дина Великовская. «И битон и сторож» режиссер Антон Дьяков. Лучший фильм страны СНГ и Балтии. «Завещание отца» Киргизия. Режиссеры Бакыт Мкул и Дастан Жапар Уулу. «Красный сад» Азербайджан. Режиссер Мирбала Салемли. «Подробности осени» Узбекистан. Режиссер Зульфикар Мусаков. «Чужой дом» Грузия. Режиссер Русудан Глурджидзе. «Чума в ауле Каратас» Казахстан. Режиссер Идильхан Ержанов. В следующей номинации «Лучшая музыка к фильму» у нас представлены 4 номинанта. «Эдуард Артемьев» Герой. «Василий Вакуленко» и «Анна Соловьева» Кеды. «Игорь Вдовин» Дуэлянт. «Илья Демуцкий» Ученик. «Лучшая работа звукорежиссера» Ростислав Алимов – дуэлянт. «Максим Беловолов» Монах и бес. «Нелли Иванова» Коллектор. «Лучшая работа художника» Сергей Агин – викинг. «Павел Пархоменко» Дама Пик. «Андрей Панкратов» Дуэлянт. «Лучшая работа художника по костюмам» представлены 3 прекрасные женщины. «Екатерина Дыминская» Дама Пик. «Татьяна Патрахальцева» Дуэлянт. «Екатерина Шапкаец» Викинг. «Открытие года». «Эдуард Бардуков» Режиссер фильма «Коробка». «Алексей Красовский» Режиссер и сценарист фильм «Коллектор». «Петр Скворцов» Мужская роль ученик. Не скупитесь на аплодисменты. «Лучшая операторская работа». «Владислав Апельянс» Ученик. «Максим Асачий» Дуэлянт. «Александр Симонов» Рай. «Лучшая мужская роль второго плана». «Михаил Боярский» Самый лучший день. «Александр Горчилин» Ученик. «И Борис Каморзин» Монах и бес. «Лучшая женская роль второго плана». «Юлия Аук» и «Светлана Брагарник» из одного фильма «Ученик». «Елена Коренева» фильм «Её звали Муму». «Лучшая мужская роль». «Михаил Ефремов» Хороший мальчик. «Тимофей Трибунцев» Монах и бес и «Константин Хабенский» коллектор. «Лучшая женская роль». «Юлия Высоцкая» Рай. «Наталья Павленкова» Зоология. «Ксения Робопорт» Дама Пик. «Лучшая сценарная работа». «Юрий Арабов» Монах и бес. «Андрей Кончаловский» и «Елена Киселёва» Рай. «Алексей Красовский» коллектор. «Аллия Криво» И четвёртый номинант. «Иван Твердовский» Зоология. «Лучшая режиссёрская работа». «Николай Досталь» Монах и бес. «Андрей Кончаловский» Рай. «Кирилл Серебренников» Ученик. В самой главной номинации «Лучший игровой фильм» в этом году представлены шесть фильмов. «Дама Пик», «Режиссёр Павел Лунгин», «Продюсеры Павел Лунгин», «Фёдор Бондарчук», «Дмитрий Рудовский» и «Евгений Банфилов». «Дуэлянт», «Режиссёр» Алексей Мизгирёв, «Продюсеры» Александр Роднянский, «Сергей Мелькумов», «Глеб Фетисов». «Коллектор», «Режиссёр» Алексей Красовский, «Продюсеры» Дмитрий Ружинцев, «Георгий Шабанов» и «Эдуард Илаян». «Монах и бес», «Режиссёр» Николай Досталь, «Продюсер» Игорь Толстунов. «Рай», «Режиссёр» и «Продюсер» фильма Андрей Кончаловский. «И шестой номинант» — это фильм «Ученик», «Режиссёр» Кирилл Серебренников, «Продюсеры» Илья Стюарт, «Диана Сафарова», «Юрий Козырев». АПЛОДИСМЕНТЫ «Спасибо, Ликочка. Я хочу напомнить, я думаю, вы все это за 30 лет выучили. Если обычно 5 фильмов за лучшие фильмы или по 3 по другим номинациям, но если получается 4, даже иногда больше бывало, или 6, или 5, это значит, что совпали количество, и поэтому у нас получается 6, и 5. Какие, если вы уже поаплодировали бурно, радостно и, так сказать, раскрепощенно, какие есть вопросы, любые вопросы, пожалуйста, по процедуре, по фильмам, по будущему, по прошлому. Как жить? Вот так мы так слоняемся, куда пускаем. Вот, надо выразить благодарность, сейчас, Володя Ковна, благодарность, наверное, вот коллективу, вот, замечательного нашего клуба «Энтар». Вот он нас пускает. Пустили, организовали, осветили, воду далили, и даже еще будут чего-то кормить. Сейчас, я думаю, чего, потому что... Спасибо большое, что они есть и стоят с нами. Вот, нам из 65 фестивалей, я цифру могу, прошу прощения, напутать, там все-все фестивали нам дают грант, тоже Министерство культуры. Мы занимаем почетное последнее, там, какое-то предпоследнее место, поэтому, уступая некоторым лидерам, там, в 4 раза, там, в 5 раз. Ну, что за служба? Нам хватает, как раз, ровно на аренду, на... Нет, не хватает, на закуску нет, закуска это вот придумывают, там, вот, бросив в Христораде, кто там из членоголовки воду даст, кто водку привезет, кто там, в Краснодар и Шевчук, какие-нибудь цветы. Потому что... Нет, вот нет. Но я не к тому, чтобы вам, пожалуйста, поплакать. Мы давно же, когда нас попросили уйти из дома кино, вежливо ногой подзадь, то с тех пор вот так. Мы существуем в этом мире, в котором уже сейчас и театр, и на студии киноактера тоже уже сейчас в тех же родных руках. Поэтому я в этом и у родных не... Прости, я не мог... Нет, я вот не мог не сказать, кому родных. Вот, что забыл. Да, значит, поэтому я говорю, что... Ну, вот ту атмосферу, что у нас есть, и то, что абсолютно... А, это независимое, да? Б, нам никто ничего не говорит. В, ну, кроме того, что мы сами себе говорим, ну, неприятные вещи иногда, да, смотрите. И делаем мы это все только под... Даже честно скажу, вот это все достаточно большие страдания, мучения и радости, это даже больше, чем для нас, и больше, чем для будущего, да, для тех тридцати лет, когда самые выдающиеся люди советского, потом русского, российского кино, гордо вот кто слабо живет, кто ушли из жизни, вот, гордясь тем, что лауреат Эдикима, первые национальные, вообще независимые премии, вообще у нас искусств. Сейчас таких премий больше трехсот. Никто спасибо не сказал, хотя почему-то все, практически все, тупо называют честь и достоинство, которые Олег Климов неожиданно сказал. Пусть будет честь и достоинство. И как-никак мы, вот, если Олег Климов не помнит, он, я, значит, и Андрей Плахов, мы другую их формулировку. Но он скажет, честь и достоинство. Вот так честь и достоинство. Так что вот честь сохранить, достоинство все труднее сохранять. Ну, с помощью Валерианда будем пытаться уцелеть. Да, вопрос, Валдия, пожалуйста. Я хочу сказать, что это абсолютная правда. Но если кто-то подскажет выход, мы с удовольствием... Это правда, монтажеры, а также у нас, говорят, что нужно сценарий разделить как во всем мире, за адаптацию, за оригинальный сценарий. Ну и вообще есть о чем говорить там, потому что, условно говоря, там в Воскоре почти 60 номинаций. Потому что как бы дедушка, бабушка, ему 89 лет, все остальные как бы научились эти бафты из Цезаря, научились оттуда. А вот мы еле-еле укладываемся, не то что во время, да, вот. У нас каждый год мы клянемся сделать коротко, но просто там тупо вручить друг другу это, разбегаться. Не хочется, мы пытаемся что-то придумать, вкусное, невкусное, смешное, радостное, но пытаемся. Ну, кто знает как, приходи, если, как в одной песне пел Высоцкий, если ты еврей, ехидный, если ты обидно, можете прийти и рядом сесть. Значит, я вот жду, я не знаю, как это... Потому что, когда человек выходит на сцену, ну, например, Йосифович Кобзон на нике второй пел 9 песен вместо одной. Я как, это все, слушайте, многие помнят. Причем я бы сказал, Йосифович, ты известный, всем обожаю. Просто одного, только одного. Ты вручаешь. На восьмой песне он сказал, вам нравятся все залы? Да. И он спел грустную песню, что про интеллигенцию, которая стоит с протянутой рукой. Зал был посажен надолго, через час 15 лет я смог его откачать. Да, ну вот, Сережа Соловьев, она же сделала доклад о пиратском искусстве, практически как лекцию прочитала. И никого же не остановишь. Кто, говорит, у нас протестует, кто у нас призывает к мультипликации помочь. Все же, да, опять-таки, Оскар. Ну, прости, на Оскаре, а также на всех мероприятиях такого статусного уровня. Вы, наверное, знаете, что глаза вот такие вперед, они читают подскачки, понимаете. А мне никто, кроме спасибо маме, папе, там, и еврейские фамилии продюсеров, никто вообще не говорит ничего не о сценарии. Потому что по законам индустрии там не может вообще быть. Они читают, что вот, ну... Ну, братец, это когда было, брата, ты вспомнишь еще о Ленина, ну, вот как? Я имею в виду, что практически все там прописано. А у нас же чистая импровизация. У нас нет времени, никто же опять жаловался. Мы не репетируем ничего, потому что можно договориться, что он выходит от народа, там, за президент, потом выходит ты, потом то. Мы не успеваем, потому что у нас нет, нам дают дочь поставить хоть что-то, свет и все-таки камеры, да, и подоутро. Это не к тому, чтобы вызвать к вашей жалости, так сказать, а просто, чтобы вы понимали, какой труд делает команда из двух человек, которые реально вот занимаются. Это Иригорь, главный редактор, и сейчас практически все главный. Еще Виктория, в которой он сидит, которая тоже главный. Это Ида Федоров, сам ветеран. И Аристарф, юный красавец, который... Где должен быть здесь, я его не вижу. который, значит, это вот несколько человек, кто работает. Все остальные волонтеры, никто не получает ни копейки денег на ники, никто вообще ничего, там выступает множество людей, просто вот так ты прийди, пожалуйста. Как позволяется, называется «заммяналюн», то есть я тебя умоляю. Все, еще раз. Так что монтажер правильно, нужно, и не от того, чтобы это... Но это все за счет 20 минут, понимаешь, еще. Надо, но монтажер вполне, это важнейшая пятая позиция вообще. Давайте, что еще, какие-то вопросы. Эх, мать из-за не хватает, у белых столбах, да? А что сделать? В Испании? Мать из-за... В Испании, да, в Испании. Не может быть серьезным. А за что? Мать из-за Виспании. Мы сидим здесь как три дурака, а мать из-за Виспании. Мать из-за, видимо, в Испании. А что ж хорошего-то, когда мы здесь все сидим, даже жудичные, они не пускают в Испанию. Извините, он вчера приехал. Так, что? В Фейсбуке было написано, что он вчера приехал. Сам написал. Повторяйте вопрос, пожалуйста. Повторяйте вопрос за него, а потом ответ за себя. Значит, добрый гений наш, Леонид Павлючик, король и пират по Фейсбуку, а значит, флипустер в Фейсбуке, я сказал. Это несколько минут звездных раз в год. Почему Андрей Сергеевич с его влиянием, дружбой с Бензинским, дружбой со всеми людьми, званиями, красотой и опытом, не попросит, чтобы хотя бы не в четыре раза у вас был меньший град, а в два? А твой ответ. Я даже не пытался. Вот сейчас, вот правильно сказали, я попытаюсь. Как-то мы с Юликом говорили год назад, что я могу сделать. Да, ну ты ничего не сказал. Было бы странное зрелище, что ты бы обратил вокруг супрезидента Кослави. Дай нам бабки пойти. Ну как, ничего, ничего нету. Где можно попросить? Хоть в Лукоиле, хоть в Лукоиле, что это? Мы вот... Можно будет переехать вот в Адапу и там совместить с фестивалем в стране СНГ «Чеплое море», «Прекрасный самолет», сидим там. Да нет, в Сочи нас не пустят. А в Адапу Шевчук возьмёт. Может, не пустят государственное место. Кто там, там не кидывать проводить? Мы не сможем в Сочи. Ну да, ну кто? Ну или Бурляев, может быть, там быть, но не мы-мы. Это не наше место в Сочи. Давай пытаться всё. Переезжать в Сочи. Как батя за... Батя же вдруг приехал и спалёт. Откуда? Как? Что взялось? Ещё вопрос или пойдём тихо закусывать под отсутствующую выпивку? А? Ещё раз давай, Лёчка, давай. Задержка. Вот сейчас вот говорит уже. Вопрос об антажёре, ответ 20 минут. Сейчас дальше. А теперь я. Почему задержка? Вот это почему задержка? Да. Натура. Громно. Вопрос. Нет. Нет. Нет, слава Богу, уже мы начинаем искать натуру и надеюсь, в июле месяце, в конце июля мы уже поедем туда, а в конце августа будем снимать фильм. У нас фильм практически, большая часть фильма происходит в Караре, там, где Микеланджело 6 лет провёл, разрабатывая мраморные карьеры. Поэтому... В Испании ты географию-то знаешь? Даже мрамор. Вот. Всё, что я могу сказать. Это же мрамор. Причём мрамор. Российский, итальянский. Российский, итальянский. Деньги, большая часть денег будет из России. Просто от спонсоров. Ходили тоже с протянутого руку. Вот теперь надо на фестиваль. То есть, правильно, надо попробовать на Нику. Да, одну сотню этого пуска мрамора, который там сожили. Продали только 3 года, сожили безбедно. Так что... Ну, я вам так... Единственное, что я могу сейчас сказать, потому что я суеверный человек. Всё. Спасибо. Поскольку у нас с ними разные религии, я как составляю тоже суеверный, но креститься не буду. Вопросы ещё есть? Потому что бесконечно... Я говорю так, головой должен биться от стену плача, а поскольку стена плача, практически каждая здесь стена, это бы в голову разрывать. Одна там одна, а у нас там много славы. Вопросы, есть какие-то участники дискуссии в стиле плача? Если нет, тогда спасибо вам, что пришли. Действительно, спасибо. Потому что остаются только герои, ветераны, друзья, родственники и диктяне. В основном... В основном уже... Так, всё. Спасибо. И увидимся 28-го, и сейчас увидимся. Спасибо.